РАДИО БОЛТКОМ РАДИО БОЛТКОМ РАДИО БОЛТКОМ Вроде бы у нас очень большое количество партий, однако эти партии представляют интересы определенной категории финансовых компаний, корпораций, я бы назвала их международных больших игроков. И таким образом, с учетом финансового ресурса, с учетом медийного пространства, данные политические силы застолбили власть как таковую и используют ее в интересах как раз вот этой небольшой, очень, как я считаю, категории людей и групп бизнес-интересов, и недостаточно соблюдаются и обеспечиваются на политическом уровне интересы малого, среднего бизнеса и простых людей. Объясню почему. Наглядный пример – это налоговая реформа, которая была продвинута и принята Сеймом в конце прошлого года вместе с пакетом документов по налогообложению и по бюджету 2021 года. Это ярко выраженный факт, который показывает и подтверждает наличие лоббирования интересов и представительства интересов больших компаний, больших корпораций и практически игнорирования интересов малого и среднего бизнеса. Всем понятно, что в момент критической кризисы экономического и пандемии COVID-19 абсолютно недопустимо ярко менять, ярко выраженно и увеличивать налоговое время на малый и средний бизнес. Однако к этим доводам разума ни одна из политических сил, входящая в коалицию, и которая сейчас как раз управляет, создала правительство и принимает решения, не прислушалась. Это было проигнорировано. В результате в обществе получается очень большой разрыв. Если мы с вами посмотрим и проанализируем анализ данных оценки доверия граждан Латвии, людей Латвии по категориям правительства, политики, политические партии, СЕИМ, полиция, пожарники, медицинские работники, педагоги, то мы увидим, что Институт президентства... Кстати, недавно опубликовалось КДС как раз это исследование по этим темам и тематике. И мы видим, что на сегодняшний день самый низкий коэффициент доверия у политиков, у политических партий. Но о чём это говорит? Это говорит о том, что политическая деятельность, власть имущих и политическая элита, она себя в глазах общества в очень большой мере деградировала. И получается, что поддерживает эти интересы эстеблишмента только очень небольшая категория людей. И остальные люди, они просто-напросто, получается, их призывают за красивые лозунги, за прекрасно оплаченную рекламу, за те 4,5 миллионов евро в год денег налогоплательщиков, что выделены для партий, которые уже у власти, голосовать за этих людей, которые практически забывают о своих обещаниях, как только их выбирают. Я прекрасно помню, как в 2018 году во время встреч с избирателями представители всех ныне имеющих власть политиков, и новая консервативная партия, и КПЛВ, и новое единство, и зеленые крестьяне, ну, зеленые крестьяне сейчас в оппозиции, конечно, говорили о том, что они будут защищать интересы малого бизнеса, о том, что не будет налоговых изменений ярко выраженных, о том, что не будет поднято налоговое время. Что мы сегодня имеем? То есть, как только прошли выборы, сразу же автоматически забывается и начинается рассмотрение следующего законопроекта, который, например, ну, с чего начался в 2018 году работа 13-го Сейма? С того, что депутаты приняли решение раздробить административную ответственность по кучке под институциональных законодательных актов и провести изменения. Вы меня извините, но получается, Сейм в течение двух лет, вот до ковид-кризиса, занимался в основном тем, что декриминализировал административную ответственность. Но это в моём представлении. Я голосовала против этого и выражала свои аргументы, почему я против. Людям удобно, когда всё собрано, тем более по ответственности в одном законодательном документе. Этот документ один, основной, он понятен, он легко находим и используем людьми. Нет, в результате большинство коалиционных, коалиция политиков решили, что, нет, давайте мы разделим, и не будет у нас одного кодекса, у нас будет 113 отдельных нормативных актов, где будет предусмотрена административная ответственность за нарушение. И потом начался поток работы по комиссиям, под комиссиям, обсуждения, институты, министры, министерства, рабочие группы. Все заняты. Извините, это не работа, это имитация работы, и это не в интересах населения однозначно. Да, вот, может быть, в продолжении того, что вы сейчас сказали, но мы видим, что вместо массовой вакцинации сейчас происходит просто служебное расследование. Это, конечно, хорошо, что пытаются выяснить, как мы провалились, по крайней мере, с подготовительным этапом вакцинации, но всё-таки людям нужна ясность по поводу вакцины, а не то, что какой там чиновник ошибся. В этом году, с прошлого года уже ярко выражено, видно, что власть и политики, и министры, они очень неудачно и неуспешно коммуницируют с обществом. Это априори, и это не то, что это критика оппозиции или критика того, кто не находится во власти, об проблемах в коммуникации, о проблемах в ясном, понятном изложении, консеквентной позиции и конкретных действий, предложений со стороны правительства не следовало в прошлом году, и пока что тоже имеются очень существенные недостатки в коммуникации. Это очевидно. И тут ты можешь говорить, что всё плохо или не всё плохо, но если сам премьер говорит «Драугио» и «Слыкты», ну, понимаете, тогда у меня вопрос, а что ты как премьер сделал, чтобы не было «Слыкты», что ты как руководитель команды обеспечил, чтобы этого не допустить, и что нужно сейчас делать для того, чтобы было лучше? Ну, в моём понимании, лидер государства, представитель государства, руководитель государства должен говорить о том, что нужно делать, как нужно делать и когда нужно делать. Если человек дефинирует «мы делаем это вот так и тогда», то и людям понятно, и самому правительству ясен, и чётко очерчен план действий. И не возникает тогда испорченного телефона деконструктивных действий и непонимания. То есть, а если один министр говорит о том, что надо прививаться, другой министр не знает, когда он привьётся, если один говорит, что мы вот закупили столько, в правительстве одна фракция говорит о том, что мы всё сделали, другая фракция говорит, а почему вы купили эти прививки, а не эти, а почему в таком году? Ну, то есть, я прекрасно понимаю, что, возможно, дискуссия и разные промежутки поставок определённых вакцин, но людям должен был быть дана информация, в которой ясно описано. Вот сейчас мы получаем для медиков такое-то количество, например, Pfizer, через месяц приходит такая-то вакцина, она идёт для педагогов, это Modema, вот у нас другие названия вакцин, забыла. Но неважно, какое название вакцины, но у тебя ясный посыл обществу и людям о том, что у тебя всё под контролем, ты знаешь, когда что придёт, и ты объясняешь, почему это приходит. А когда начинаются внутренние разборки, поиски виноватых, то и создаётся впечатление, они сами не знают, что они делают, они хотят от людей, чтобы люди вакцинировались. Они сами не понимают, надо одевать маску или не надо одевать маску, я извиняюсь. Например, министр благосостояния, когда уже была критическая ситуация с показателями заражения, она зажигает свечку на адвентовском венке вместе с послом Арабских Эмиратов без маски, тесно прижавшись друг к другу, протягивая. Ну, понимаете, любой посыл должностного лица воспринимается и считывается людьми буквально. Если министр не выражает и не соблюдает те требования, которые он просит от людей, не следует требователь от людей понимания. И ещё один момент, я считаю, что если делать акцент на наказание и на обвинение людей в том, что они не соблюдают правила, которые принимают министры и правительство, то это тоже тупиковая ситуация и бессмысленная ситуация. Почему? Потому что люди сначала должны быть информированы, а потом они должны видеть, что правительство само по себе тоже соблюдает те правила и консеквентно ими следует. И только после этого, предупреждая и информируя, вы можете говорить, что в ярко выраженных случаях несоблюдения этих правил может быть использованы инструменты наказания, но не запугивание людей наказания. Да, вот всё-таки хотелось спросить здесь, может быть, это ошибочное представление или специально кем-то созданное, но вот создалось ещё такое представление партии Гобземса, создающейся сейчас, что вот вы, не знаю, примкнули или поддерживаете так называемых ковидных диссидентов, которые, не знаю, и вирус отрицают, и вакцины отрицают, и маски, в общем, всё отрицают. Как в действительности? Я считаю, что мы являемся очень разным обществом. Ну, имеется в виду Латвия в целом, да. Имеет право быть разные мнения и дискуссия, и должно быть объяснение. Если люди понимают и получают компетентную, ясную, понятную информацию о том, почему вводится ношение масок, почему маска должна быть в школе, например, у детей младших классов, нет ли проблем побочных эффектов от этого, и какие могут быть негативные именно аспекты, если это происходит, то таким образом, я считаю, решается вопрос по информированности людей о том, что допустимо, а что недопустимо. И тогда, наверное, и ковид-диссидентов было бы гораздо меньше, если было понятно. Если мы говорим о позиции как таковой лично моей по вопросу ношения масок, я считаю, что маски необходимо использовать, но это нужно делать с учётом и соблюдая все те правила, которые рекомендуют медики. А именно, получается, если это постоянная работа, то это 2 часа, и вы должны поменять, чтобы не было негативных эффектов. Если это в школе маски для детей, то необходимо обеспечить вентиляцию, достаточно кислорода и достаточно квадратуры и площадь на каждого ребёнка, чтобы это ни в коей мере не имело потенциальных рисков для здоровья ребёнка. То есть чёрт всегда скрывается в деталях, скажем так. И вот эти детали, они как раз и определяют по своей сути, каким образом и реакция людей на какие-то запреты, ограничения или предложения по мобилизации. Кстати, интересно, что, я так понимаю, руководство парламента, они меняются, когда ведут заседания в главном зале, именно из-за того, что тяжело, наверное, долго находиться в маске и вести заседания. Даже они, взрослые люди. Ну, во всяком случае, насколько я понимаю, из кулуаров президиума, которое прозвучало тоже в публичном пространстве, как раз от господина Клементьева, именно факт, что после введения обязательного ношения масок стали меняться... Те, кто ведёт парламент. То есть полтора часа и уходит. И теперь вопрос, если педагогу нужно читать для детей и преподавать предмет в течение 4-5 часов, то каким образом, постоянно находясь в маске, тогда получается педагог-супермен. И ещё следующий вопрос. Когда обязательно вводятся какие-то ограничения, то должны быть и компенсирующие мероприятия. Если педагоги носят маски, то государство должно обеспечить наличие этих масок за счёт государства. Если детям при посещении школы необходимо носить маски, об этом тоже должно позаботиться государство. То есть вводя ограничения обязательного условия, должны быть компенсирующие механизмы, предусматривающие защиту интересов людей. А не «мы заставляем вас носить маски, но педагоги не обеспечены этими масками». Если мы говорим, и на основании медицинских заключений допускаем, что нельзя носить, например, защитную маску, которая была из прозрачной, она не соответствует якобы потоку капиллярных частиц, то тогда необходимо обеспечить другие маски защитные, и которые обеспечивают в том числе и уровень поступления кислорода педагогу во время преподавания. Моя позиция – вводишь ограничения, предусмотри обязательно мероприятия, компенсирующие финансовые расходы на эти позиции, и обязательно сделай именно такой продукт, который соответствует всем требованиям гигиены и здоровья человека индивидуального. Да. Что касается всё-таки направленности новой партии, закон и порядок, всё-таки эта партия больше такого, не знаю, консервативного толка. Я почему спрашиваю? Поскольку вот тоже создалось, наверное, такое представление, что вот партия Гобзамса попытается перенять, ну, если так можно сказать, перенять тот электорат, который был у КПВЛВ, откуда и вышел родом господин Гобзамс, если так можно сказать, как мы знаем, его избрали всем по списку КПВЛВ, или всё-таки это нечто другая партия, которая не будет пытаться повторить КПВЛВ? Я считаю, что все мы учимся на основании предыдущего опыта и ошибок, которые мы допускаем во время коммуникации, общения или работы. И я допускаю, что в том числе и мой опыт прихода в политику связан с достаточно, я бы назвала, больными и неожиданными поворотами и аспектами. Но стала ли я от этого слабее? Я считаю, что нет, я стала только сильнее, более закалённой, получила определённый опыт, знания и компетенции. И точно так же я считаю и Гобзамс. Он прошёл определённую школу, он получил определённый опыт, и он как бы... Есть вещи, в которых я понимаю, что с бывшими коллегами по партии он разочаровался, и которые ему неприемлемы, но он сохранил внутреннюю позицию, и он тот политик, который коммуницирует с обществом, коммуницирует с людьми, который, несмотря на достаточно очень большие фильтры со стороны официальных масс-медиа, достучался до людей, информирует людей, у которых очень много последователей, и у которых очень много, большое количество, в том числе и русскоговорящей аудитории. И я вот за эту неделю принимаю активное участие в том, что собираю... Ну, мой номер телефона опубликован на странице партии «Закон и порядок» в приложении к инструкции, каким образом нужно действовать, если вы приняли решение быть политически активным, и принять участие в учреждении партии «Закон и порядок». То есть люди звонят, и мы подъезжаем, и каждый из членов правления по определенным микрорайонам Риги и Латвии подъезжаем и забираем вот это решение людей, нотариально заверенное, принять участие в учреждении партии «Закон и порядок». И я вижу, что у меня на руках на сегодняшний день 17 нотариально заверенных подтверждений людей о том, что они вступают в партию, учреждают партию «Закон и порядок». Ну, чтобы участвовать, вот я так понимаю. Из них 5 людей русскоязычные и 12 латышскоязычные. Причем, с учетом того, что я лично с каждым из них встретилась, это люди абсолютно адекватные, это не какие-то ковид-диссиденты, это думающие, понимающие, что происходит, и люди, желающие перемен. Просто те, кто хотят, чтобы их тоже услышали. Услышали на политическом уровне и считались с их позицией и с их желанием быть в том числе активными участниками социальных и политических процессов в стране. Да, вот это вы фактически предварили. Мой следующий вопрос. Что касается действительно участия русскоязычных, до сих пор партиям, которые активно работали на нашей политической сцене, не очень удавалось объединить латышей и не латышей. Я имею в виду избирателей. Да, были списки партий, где были представители разных национальностей, но вот так, чтобы широкие массы граждан удавалось объединить латышей и русскоязычных, пока не удавалось. Как вы думаете, почему это удастся партии Гобземса? Ну, я считаю, что это удастся по двум основным аспектам. Сам по себе принцип «разделяя властвуй» он очень используется в латышской политике, используется до сих пор как у позиционных партий, так и у оппозиционных. Я считаю, что это понятно и видно и людям, и в результате того, что общество разделяется и постоянно на этом создаются манипулятивные инструменты, как раз для политической элиты это выгодно. Выгодно разделять и властвовать, и выгодно играть каждому свою определенную роль. Оппозиционное согласие играет роль громоотвода для русскоговорящего населения о том, что русский язык не второй государственный. В это же время министр иностранных дел, господин Ренкевич, во время предвыборной кампании ставит плакаты, на которых у него главный лозунг «Русский» идут. И после того, как бы вот вчера мы, например, в Сейме учредили, подтвердили выбор главного государственного контролера, где согласие вместе с новым единством, я уверен, что и АТС «Тейбопар» дружненько проголосовали за нового регулятора, господина Ирклеса. Он теперь будет главным контролером. И вот у меня возникают вопросы. Я понимаю, что господин Ирклес, конечно, возможно, хороший регулятор. Хотя я бы так не сказала, почему. Потому что я не вижу ярко выраженных, позитивных и таких громких дел со стороны регулятора в интересах всего населения Латвии. А именно, я не вижу, что у нас вот цены уменьшились, например, существенно на газ, на какие-то такие, на воду, на вывоз мусора. У нас постоянно только происходит повышение тарифов. Например, на доставку почты, на почтовые переводы, потому что почта тоже государственная является государственным предприятием. То есть в моих глазах господин Ирклес не достиг ничего такого, чтобы говорила, что он защищает интересы всего общества. В то время как госконтролер Круменя – это ярко выраженный такой защитник интересов, который очень строго следит за тем, чтобы государственные деньги, бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков использовались эффективно. Она подняла как бы структуру госконтроля на невиданной доселе на международном уровне опознаваемости и публичности. То есть это ревизии, это проверки, это увеличение, это компетентное, конкурентоспособное, эффективно работающее учреждение, которое коммуницирует с обществом, которое находит слабые места, показывает их, не боится их показать, и которое в том числе потребовало, чтобы были увеличены законодательные возможности госконтроля, и была возможность в том числе взыскать необоснованно растраченные деньги налогоплательщиков, всех должностных лиц. И эти поправки были приняты, они были приняты всеми только благодаря очень последовательной позиции госконтроля. В результате теперь у нас и Вену Атейба, и Согласия берут и назначают на должность господина Ирклеса. Но нюанс-то в том, что господин Ирклес являлся и является членом партии одной из входящих в состав новой Вену Атейбы. То есть получается, это человек, который очень подозрительно, его политическая независимость, а мы знаем, что госконтролёр должен быть абсолютно политически независим и нейтрален. Свои политические взгляды господин Ирклес уже показал в предыдущее время, будучи членом и поддерживающим политику и интересы, и принципы работы, и позицию новой Вену Атейбы. Ну тогда, получается, вопрос возникает, а в чём тогда эта разница? Или наоборот, в чём тогда общие интересы Вену Атейбы, и в чём общие интересы Согласия? Да. Вот, может быть, такой вопрос, который хотел задать, что касается вообще работы государственной машины, если так можно сказать, власти вообще в условиях пандемии. С одной стороны, вот мы каждый день сейчас читаем отчёты и службы госдоходов, и Министерства финансов о миллионах, которые выделяются на те или иные виды помощи. Там, не знаю, пособия по простою, субсидии на зарплату, то, что гранты на оборотные средства. И вроде бы может создаться такая благостная картина, что государство всецело пытается помочь пострадавшим от основной бизнеса, но поскольку вы с вами на прямой связи, естественно, с жителями, в том числе с предпринимателями, как с вашей стороны, как выглядит помощь недостаточная, или предприниматели сами не в курсе всех механизмов вот этой помощи, на что они могут патендовать. Как бы вы охарактеризовали эту ситуацию? Я бы охарактеризовала её следующим образом, что, безусловно, инструменты помощи, которые предложило правительство в этот раз, по сравнению с тем, что было в марте прошлого года, они более эффективные и более действенные. Мы знаем, что увеличена сумма пособия до 330 евро и расширен круг людей, которые могут его получить. Но я не считаю, что это достаточно. Почему? Потому что очень многие люди просто-напросто даже не претендуют после предыдущего печального опыта общения со службой госдоходов, и они даже не подают заявки. То есть люди обращались ранее, они получили помощь, потом у неё потребовали её вернуть в государство, службу госдоходов, и на этот раз они просто-напросто молчаливо смотрят на это. Я считаю, кстати, что действие службы госдоходов во время решения весеннего кризиса, оно как раз и является одним из тех мотивирующих моментов, почему сейчас на данном этапе не столь эффективно происходит соблюдение ограничений, в том числе COVID. Почему? Потому что люди обратились в прошлый раз за помощью, их не поддержали или поддержали, а потом потребовали вернуть. В результате теперь они не обращаются за помощью, потому что они не верят или думают, что к ним опять придут и заберут эту помощь через какое-то время, и просто-напросто, тихоря не соблюдая требования ограничения, продолжают работать. То есть, понимаете, вот за всё нужно платить. И вот сейчас правительство как раз расплачивается за те решения, за ту модель поведения правительства и службы госдоходов, которые были сделаны весной прошлого года. Поэтому инструменты, я считаю, они недостаточно. Почему? Потому что тогда, если ты хочешь, чтобы люди соблюдали требования ограничений, ты обязан предоставить адекватную компенсацию. Или, по крайней мере, сказать, что не будет санкционных мер и методов. Явно видно, очевидно, что из самозанятых и патентчиков очень мало процентуально из тех, кто подали заявки на пособие. Но тогда скажите мне, если мы все разумные люди, и у нас, ну, вроде как должно быть всё в порядке с логикой и с мышлением, а где остальные, на что они живут тогда? Значит, они работают. А почему они не подают документы? Несмотря на ограничения. Потому что они не верят, что они получат помощь и правительство. Или к ним придут, отберут и ещё штрафные санкции насчитают. Это, как сказать, расплата настигла правительство в виде такого отношения людей после того, как само правительство так отнеслось к людям. И это нужно понимать. Потому что бороться с людьми и наказывать их за то, что сейчас они не соблюдают эти правила, если ты в марте прошлого года не предусмотрел и не отнёсся к людям с уважением и не обеспечил безопасность, это некорректно. Слушая вас, у кого-то может создать такое ощущение, что новая партия, которая сейчас создаётся, закон и порядок, фактически готовит себя к длительному нахождению в оппозиции, в том числе и после выборов в СЕИМ. Потому что какие-то отдельные ваши программные установки не вписываются в это представление власти о том, что надо делать и что нужно говорить, и за какие ценности бороться. Я считаю, что представление власти о ценностях очень сильно отличается от декларированных, от реализуемых. Это один момент. Второй момент. Ценности партии, закон и порядок – это стабильное понимание христианско-консервативных представлений. И, скажем так, ниша, которая вроде как должна была бы быть представлена национальным объединением и новой консервативной партией. Но, к сожалению, я считаю, что, например, новая консервативная партия – это те же самые популисты, только более жёсткие и более целенаправленные на именно получение и использование власти, опять же, защищая интересы только узкой финансовой верхушки и определённых бизнес-сегментов, которые являются большими предприятиями. Но никак не приоритет у этого политического явления или направления защита традиционных семейных ценностей или консервативных семейных ценностей. Ну, как бы вы меня, конечно, упростите, но это ярко выражено и видно. То есть новая консервативная партия – это та же партия популистов, которая дорвалась до власти и забыла о консервативных ценностях и начала просто реализовывать финансовую политику интересов своих приближённых к партии, к учредителям финансовых кругов. Не более того. Да, у национального объединения является стабильным электорат и консервативные требования, но у них более акцент как раз на национальный аспект и национальный вопрос. Поэтому пространство среди той категории избирателей, которым важны и являются ценными классические консервативные интересы, но при этом которые лояльно относятся к русскоязычной части со-граждан, к русскоязычным соседям, я считаю, что это важно, потому что уже настолько за это 30 лет искали, как бы нас поссорить и как нас разделить и как на национальном вопросе сделать политический капитал, что мне кажется, люди уже устали от этого. И вот эта ниша усталых от конфронтации, усталых от того, что постоянно сеется ненависть и страх к соседу, а сосед на самом деле, дети вместе ходят купаться на озеро, правильно, или сосед соседу помогает, я не знаю, там, скосить лужайку или траву на лужайке возле дома, или дети вместе обсуждают и в ту же самую, в школьные какие-то проблемы, но отнюдь и вместе учатся, допустим, русскоговорящие дети в латышской школе, и не возникает конфликтов и таких серьёзных. То есть у нас гораздо много больше общего, как я хочу сказать, самое такое, может быть, консеквенцию, чем различий. И если это общее будет как раз классические консервативные ценности, то это может быть тем объединяющим фундаментом, основанием и цементом, который, наоборот, не будет не разделять, а сплочать людей между собой. У нас не хватает и нет силы, политической силы, которая хотела бы искать общие и общие ценности, декларировать их, защищать их и представлять их. У нас очень много, которые любят разделять, искать разное и пытаться запугивать, но не поддерживать и не искать то, что может сделать нас сильнее. Ни одно общество, ни одна страна никогда не стала успешной, обеспеченной и богатой при условии, когда политики разделяют своих граждан, своих жителей. Любовь Швецова, у нас была на прямой связи депутат Сейма, один из основателей новой партии «Закон и порядок». Ликум Сумкар, тебе большое спасибо. Благодарю за внимание, за ваше время. Спасибо. День в день, час в час, минута в минуту.